Привет, друзья! Сегодня у нас один из сыров советской школы сыроделия делаем сыр горный. Он относится к группе сыров с пропионово-кислым брожением, и наша задача, помимо типичной вкуса и ароматики с выраженными сладковато-пряными нотками, получить правильный рисунок сыра. Технология горного сыра предусматривает небольшой срок созревания от двух месяцев и более. Для тех, кто работает с pH-метром, даю значение кислотности в каждой контрольной точке. Начнем с нормализации молока. Для сыров с пропионово-кислыми бактериями рекомендую брать не менее 10-12 литров молока. Это является одним из условий развития рисунка сыра. Соотношение жира и белка от 1,1 до 1,15. Для проведения нормализации важно знать параметр молока, процентное содержание жира и белка. Эти данные можно узнать у поставщика молока, особенно если это ферма. Далее делаем простые расчеты с учетом состава молока. Примерно на вашем экране. В итоге получаем необходимую жирную смесь. Ориентируемся на это значение при нормализации молока. Файл для автоматических расчетов нормализации молока есть в группе канала Аппетисимов Телеграм. На следующем этапе переходим к пастеризации молока. Выбирайте один из режимов пастеризации. Я подогреваю до 68 градусов с выдержкой 10 минут и последующим резким охлаждением до температуры внесения заквасочной культуры 32-33 градуса. После пастеризации восполняем минеральный баланс в молоке, добавляя хлористый кальций. Предварительно растворяем в воде и вносим в уже охлажденное молоко. Даю норму внесения хлористого кальция в сухом и жидком визе при его разном процентном содержании, если возникают проблемы с когуляцией на вашем молоке. Данную норму внесения можно увеличивать в 1,5-2 раза без риска образования горечи. Переходим к выбору культур. Основная микрофлора здесь термофильная. Стрептококус термофилус, лактобацилус хильветикус и лактобацилус лактис. Также допускается присутствие мизофильной микрофлоры в составе культуры. Для нас это означает возможность выбора не только среди термофильных культур, но также среди мезотермофильных, специфичных для сыров швейцарской группы. Важно отметить, что культуры с высокой скоростью кислоты образования, предназначенные для вытяжных сыров и имеющие аналогичный видовой состав, нам категорически не подойдут. Также вносятся пропионовые кислые бактерии, отвечающие за образование глазков в сыре и обогащение дополнительной вкус с ароматикой, которая будет во многом зависеть от выбранного штамма. В качестве основной подойдет одна из культур из этого списка. Точная дозировка культуры подбирается под конкретное молоко в зависимости от начальной кислотности, буферной емкости, которую будут определять профиль кислотообразования. При наличии pH-метра обязательно составляйте индивидуальный график набора кислотности в рамках данного техпроцесса на вашем молоке, что поможет скорректировать дозировку вносимой культуры. Чаще мы идем в сторону понижения, чем в сторону повышения. Также можно использовать монокультуру, если в составе вашей культуры отсутствует один из основных видов бактерий, типичный для этого сыра. Даю примеры моновидовых культур, которые можно приобрести отдельно. Если у вас нет Lactobacillus lactis, специально покупать его не обязательно, но Lactobacillus helveticus исключать нельзя. Также даю список культур с пропионово-кисленными бактериями. Здесь важно правильно подобрать норму внесения, исходя из двух параметров. Особенности технологии с проекцией на рекомендации производителя, а также с учетом массы сыра. Рассмотрим каждый пункт. Технология горного сыра предполагает максимальную норму внесения от рекомендуемой производителем культуры. Для нас это означает, что чистый вес культуры нужно разделить на минимальное количество литров молока, указанного в спецификации, чтобы узнать расход на литр. Нередко в спецификации можно видеть разделение на маздама и менталь, как наиболее известные сыры с пропионово-кисленными бактериями, либо по тому же принципу разделение на полутвердые и твердые сыры. В этом случае ориентируемся на максимальную дозировку, то есть норму внесения для маздама, либо для полутвердых сыров. В отличие от других культур, пропионово-кислые бактерии добавляются с учетом массы будущего сыра. Для головок массы до 5 кг рекомендуется увеличивать норму внесения, на чем делает акцент некоторый производитель. Ориентируйтесь на данную таблицу. Есть определенные условия для оптимального развития пропионово-кислых бактерий. Выбирайте максимально свежие культуры, обращая внимание на срок годности. Второй важный пункт, который мы уже обсудили, это выбор правильной дозировки. Биомасса бактерий в период теплой фазы должна быть такой, чтобы участвовать в газообразовании и вносить вклад во вкус и ароматику. Еще один важный фактор – это пластичность сырного теста. В сыре с короткой крошливой структурой пропионово-кислые бактерии не смогут создать правильные глазки, и это часто приводит к трещинам. Пластичность сырного теста достигается за счет правильной влажности зерна, доведение его до готовности оно не должно быть пересушенным, а также за счет правильной кислотности в разных контрольных точках. Поэтому важно выбирать свежее молоко из специфичной для этого сыра культуры. Также пластичность достигается за счет правильного протеолиза, и в нем не последнюю роль играет культура Lactobacillus helveticus, которую нельзя игнорировать. Важно точно следовать температурным режимам созревания, предусмотренным технологией, и соблюдать временные диапазоны. Важно также учитывать факторы, которые просто могут ингибировать развитие пропионово-кислых бактерий. Это соль и высокая кислотность, поэтому мы должны сократить общее время посола и не опуститься ниже целевого pH. Вносим культуру в молоко при температуре 32-33 градуса. Рассыпаем по поверхности молока, ждем пару минут до впитывания влаги и тщательно распределяем по всему объему. Накрываем крышкой и оставляем на 40-60 минут. На следующем этапе при желании можно добавить натуральный краситель аннаты. Норма внесения зависит от количества бета-каротина в молоке и желаемого цвета сыра. Будет достаточно 3-5 капель на 10 литров молока. Предварительно растворяем в небольшом количестве воды или молока. И тонкой струйкой вносим молоко. Посмотрим параметр коагуляции. Точка флокуляции от 15 до 18 минут. Поэтому здесь важно сделать сычужную пробу по видео на канале. Расчеты нужно вести по формуле номер 2, которая дается во второй части видео. Мультипликатор равен 2. Таким образом, в зависимости от точки флокуляции, будет в диапазоне от 30 до 36 минут. На следующем этапе вносим фермент, предварительно доведя молоко до оптимальной температуры его работы. Смотрите рекомендации производителя. Фермент растворяем в воде, пропорции не менее 1 к 10. И сразу же без паузы вносим молоко, тщательно распределяя по всему объему. Останавливаем молоко с помощью шимовки, засекаем время и ждем первой стадии коагуляции, первичного схватывания сгустка. Для точного расчета времени разрезания сгустка, берем легкую крышечку, обдаем кипятком и кладем на поверхность молока. Сначала она свободно движется и по мере гелеобразования движения станут ограниченными. Нам нужно поймать точку флокуляции, тот самый первый момент схватывания сгустка. Когда движение крышечки станет ограниченным, при попытке вращения она будет возвращаться в исходное положение. На часах 17 минут накрываем крышкой и переходим к расчету времени разрезания сгустка. Определяем время от внесения фермента до остановки крышечки. Сегодня у меня 17 минут. Это количество минут умножаем на мультипликатор флокуляции и получаем 34 минуты. Это время от внесения фермента до разрезания сгустка. Посмотрим на примере. Я внесла фермент 12 часов. Точка флокуляции составила 17 минут. 17 я умножила на 2 и получила 34 минуты. Это время от внесения фермента до разрезания сгустка. Значит сгусток я должна разрезать в 12.34. На таймере 34 минуты. И я начинаю нарезку сгустка. Нам нужно получить размер от 3 до 5 миллиметров. Поэтому нарезку будем делать в два этапа. Сначала пройдемся ножом, шагом нарезки 1,5-2 сантиметра, а затем воспользуемся венчиком. Важно использовать острый нож, чтобы минимизировать потери в виде сырной пыли. Пока идет нарезка, зерно немного уплотняется. Делаем паузу в течение 5 минут. Переходим к нарезке по горизонтали с тем же шагом 1,5-2 сантиметра. Колье у нас более мягкое, поэтому нарезается с меньшим сопротивлением. Делаем паузу в течение 2 минут. И начинаем нарезку венчиком. Прокручивающими движениями сверху вниз проходим венчиком по всему объему. И затем делаем движение восьмеркой, чтобы дорезать незахваченное зерно. При таком мелком зерне мы не делаем традиционный первый промес. Достаточно взять 2-х минутную паузу. И далее сразу переходим к этапу постановки зерна. Начинаем медленное и деликатное вымешивание. В начале обработки зерно выглядит вот так. Еще не имеет оболочки и похоже на однородную желеобразную массу. Сохраняет повышенную клейкость. Длительность данного этапа 15-20 минут. За это время зерно теряет часть влаги, объем сыворотки увеличивается. Оболочка зерна стабилизируется. Оно становится более подготовленным для дальнейшей обработки. В конце обработки зерно выглядит вот так. С достаточно оформленной оболочкой. Но все еще сохраняет очень много влаги внутри. Даем зерно осесть в течение 5 минут. Переходим к следующему этапу промывки зерна. Удаляем часть сыворотки. Берем среднюю норму 30% от первоначального объема молока. Стараемся удалять сыворотку быстро, чтобы зерно не слепалось. Если вы работаете с большим объемом молока и отбор сыворотки занимает больше времени, делайте промесы зерна каждые 5 минут. Следующим этапом идет вымешивание зерна для подготовки его к последующему нагреву. Длительность данного этапа 40-60 минут, что обеспечивает также дополнительный набор кислотности. Рекомендую идти по нижней границе не более 40 минут. Работайте с зерном деликатно, поскольку вымешивание идет в малом объеме сыворотки. Можно делать короткие паузы между промесами, но не допускайте комкования зерна. На следующем этапе выносим воду в объеме от 5 до 15%. Можно идти по среднему значению. Вода должна быть обязательно предварительно подготовленной, пастеризованной при температуре не ниже 85 градусов и охлажденной до температуры внесения. В нашем случае это 50 градусов. Вносить воду нужно постепенно, тонкой стройкой. Такой нагрев за счет горячей воды должен быть очень медленным, чтобы не заварить зерно. Можно вливать более деликатное по стенке кастрюли или сыроварнь. При этом делаем аккуратные промесы, чтобы горячая вода равномерно распределялась и не было контраста в температур. Именно на этом этапе допускается достаточно много ошибок, одна из них – слишком быстрое внесение воды. Оболочка зерна в этом случае заваривается из-за контраста температур и дальнейший выход влаги затруднен. С другой стороны, слишком активное вымешивание приводит к тому, что еще достаточно влажное зерно начинает сжиматься, в крайнем случае разрушаться до более мелких частиц. После внесения воды переходим к этапу нагрева. Солевая температура 47-50 градусов. Общее время нагрева 20-25 минут. Нагрев делаем в два этапа. На первом из них нагрев до 42 градусов идет со скоростью не более половины градусов в минуту. И далее немного увеличиваем скорость нагрева, при этом не превышая допустимого значения 1 градус в минуту. Выбирайте целевую температуру нагрева в соответствии со скоростью обсушки зерна. Если есть сложности с обсушкой зерна, синеризм замедленный, добираемся до верхней границы 50 градусов. При достаточно быстрой обсушке зерна можно идти по нижней границе нормы 47-48 градусов. Скорость вымешивания также меняется. Начинаем с более низкой и с повышением температуры переходим к более высокой. Чем меньше жирность молока, тем быстрее идет обсушка. Также на козьем молоке в сравнении с коровьем при той же жирности обсушка идет быстрее. Поэтому не всегда есть смысл поднимать температуру до максимума. Я останавливаю нагрев на 48 градусах. По достижении целевой температуры переходим к финальному этапу обработки зерна. Поддерживаем целевую температуру, которую мы достигли на предыдущем этапе. И доводим зерно до готовности. Готовое зерно должно быть достаточно упругим, без свободной влаги внутри, при этом сохранять достаточную клейкость для формирования головки с замкнутой поверхностью. Время вымешивания здесь не фиксировано, оно определяется готовностью зерна. Будьте аккуратны. В технологиях сыров с высокой температурой второго нагрева достаточно тонкая грань между недосушенным зерном и уже пересушенным. Зерно способно достаточно быстро потерять свою клейкость, и это может создать большие проблемы с формованием головки и получением замкнутой поверхности. Готовое зерно должно сохранять упругость, при надавливании легко возвращать свою форму. В приоритете у нас не показание pH метра или заданный временной интервал, а степень готовности зерна. Даем зерно осесть в течение 5 минут и переходим к формованию. Сыры с пропионово-кисными бактериями формуются под сывороткой из пласта. Этап формования пласта под сывороткой очень важен, он напрямую влияет на рисунок будущего сыра. Если выкладывать зерно сразу в форму, образуются механические глазки, и газообразующая способность пропионово-кислых бактерий просто перераспределиться по большей площади головки. В итоге можем получить большое количество более мелких глазков, и конечно в этом случае мы не добьемся правильного рисунка сыра. Если образуются комки склеенного зерна с прослойками воздуха, либо зерно докладывается вручную, на периферии головки образуются так называемые гнезда, многочисленные маленькие глазки, расположенные близко друг к другу. Сначала собираю зерно дренажной сеткой, стягиваю металлическим кольцом по размеру формы, ставлю крышку от формы и небольшой груз от половины до одного веса зерна. Оставляю под сывороткой на 20-25 минут. Зерно уже подпрессовано в пласт по размеру формы, теперь нужно аккуратно переместить его в форму. Накрываю салфеткой, переворачиваю пласт шумовкой, чтобы аккуратно подхватить его салфеткой. Форму из стрейч-сетки мы предварительно обрабатываем. Погружаем на несколько секунд кипяток и даем остыть до температуры зерна. После этого с помощью стрейч-сетки перекладываю уплотненное зерно в форму для последующего этапа самопрессования. Вставляем крышку от формы, чтобы зерно не остывало, иначе оно может потерять свою клейкость. Оставляем на самопрессование на 20 минут с одним переворотом на середине этого времени. В это время идет максимальный отток сыворотки, что очень важно перед следующим этапом – прессованием с весом. В конце самопрессования делаем еще один переворот и переходим к дальнейшему этапу – прессованию с весом. Стрейч-сетка должна быть максимально подтянутой, чтобы на головке не оставались складки и заломы. Если у вас не стрейчевый материал, будет сложнее добиться идеально ровной поверхности. Выбирайте одну из схем прессования – получасовую, начиная с однократного веса головки, либо почасовую, начиная с двукратного веса. Не забывайте делать перепрессовки с плавным увеличением нагрузки. Оптимальная температура прессования – 22-26 градусов. Прессование продолжается до закрытия головки и достижения целевого pH. Без pH-метра прессование идет по времени и занимает 2,5-3 часа. pH перед погружением в рассол должен быть в диапазоне значений 5,5-5,6. Если головка закрылась, прессование завершено, а целевая кислотность еще не набрана, оставляйте сыр для дальнейшего набора кислотности перед посолом. Если у вас большая головка сыра и требуется время на его остывание перед погружением в рассол, тогда здесь важно иметь запас времени на остывание, чтобы не уронить целевой pH перед посолом. Для решения этой задачи требуется сокращение дозировки культуры. Далее переходим к посолу и обязательно взвешиваем головку. Вес сыра 1409 г, стандартный технологический выход от 9 до 11%. Переносим сыр в охлажденный рассол. Оптимальная температура рассола 10-12 градусов, при концентрации соли не менее 18%. Время посола в сырах с пропионовокислыми бактериями традиционно меньше, чтобы добиться меньшей концентрации соли в сыре. Для горного сыра это не более полутора процентов. Посол делаем только в рассоле. Для горного сыра это 35 минут на каждые 100 грамм. Даю пример определения времени посола по весу моего сыра. Затем идет этап обсушки. Цель получить стабильную корочку. В зависимости от ваших условий, влажности и скорости воздуха обмена, этап обсушки занимает от 2-3 дней до 2 недель. Оптимальная температура обсушки 10-12 градусов. Комнатные температуры и сквозняки здесь недопустимы. После обсушки рекомендую нанести латексное покрытие, которое лучшим образом проявляет себя в теплой фазе. Его гибкость и пластичность не мешают изменению геометрии сыра при его раздувании. При этом латексное покрытие служит защитой сыра от плесени и другой поверхностной микрофлоры. Созревание горного сыра идет в три этапа. Первый этап – холодная фаза подготовительная. Созревание идет при температуре 10-12 градусов, занимая 10-15 дней, когда идет ферментация остаточной лактозы, перераспределение соли по объему головки, начальное изменение текстуры сыра и другие важные процессы. Следующий этап – это теплая фаза созревания продолжительностью 20-30 дней. Температурный режим – 18-22 градуса. Для поддержания влажности размещаем сыр в контейнере. При недостаточной влажности можно поставить небольшую миску с водой. Временные рамки этого этапа достаточно плавные и меняются в зависимости от разных показателей. Здесь важно следить за изменением геометрии сыра. Теплую фазу можно сокращать до 20 дней, в том случае, если головка сыра уже не раздувается, то есть процесс пропионового кислого брожения уже завершен, либо по ряду причин был невозможен. Тогда нет смысла продолжать созревание в теплой фазе до 30 дней. Также мы можем завершить теплую фазу раньше, при повышенном уровне пропионового кислого брожения, когда сырную голову раздувать слишком сильно. Также на этом этапе мы можем регулировать температуру, создавая более благоприятные условия для развития глазков. Более оптимальные условия – это температура 22 градуса. В случае слишком активного и быстрого увеличения объема сыра, можно пошагово снижать температуру, чтобы регулировать процессы ферментации. Далее переводим режим созревания в холодную фазу. Третий этап созревания в течение 15-30 дней идет при температуре 10-12 градусов. Можно оставить сыр на более длительное созревание и получить более выраженную вкус и ароматику. Обратите внимание на режимы влажности, они тоже регулируются. Если нет возможности их менять, поддерживайте влажность не ниже 85-90%. Эти условия можно создать в контейнере, но не забывайте про важность воздуха и обмена, приоткрывая крышку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...